Украинские выборы. Новые линии разлома. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для «Спутник Молдова». Ситуацию на Украине специально для «Спутник» комментирует Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и мониторинга «Россия». Второй тур выборов на Украине завершился досрочно. Петр Порошенко, не ожидая даже начала подсчета голосов, признал поражение по результатам экзитполов, зафиксировавших победу его оппонента Владимира Зеленского с трехкратным перевесом. После этого подсчет пошел очень быстро. Обычно медлительные украинские сберкомы даже обновили рекорд первого тура, обработав к трем часам ночи более половины протоколов. Изменений не будет. Рад констатировать, что на сей раз среди оценивавших выборы политиков и экспертов, как украинских, так и российских, оказалось сравнительно мало прекраснодушных оптимистов, ожидающих от нового президента изменения сущности режима, улучшения отношений с Россией, стабилизации общественно-политической и экономической ситуации на Украине, прекращения гражданской войны и отказа от радикально-националистического курса во внутренней политике. Для этого действительно нет никаких оснований. Посмотрим на результаты выборов объективно. На выборы пришло 62% от общей численности избирателей. Из них около 24,5% проголосовали за Порошенко. Это примерно 4,5 миллиона человек. Если считать, от номинальной численности населения Украины 42 миллиона более 10%, что немало. Если же исходить из того, что реально на территории страны осталось 25-30 миллионов, то это 15-20% от общей численности населения, включая грудных младенцев. То есть каждый четвертый, пятый из совершеннолетних граждан Украины поддержал Порошенко, даже в тот момент, когда стало ясно, что он не сможет удержаться у власти. Но не надо забывать, что за Зеленского также проголосовал практически полностью электорат Тимошенко и значительная часть избирателей Криценко и Смешко. Вместе это еще 3-4 миллиона человек, которые в целом разделяют основные положения постмайданной политики, но хотели бы, чтобы ее реализовывал другой глава государства. Итого минимум 8-9 миллионов украинских избирателей так или иначе поддерживают текущий внутриполитический и внешнеполитический курс. Эти люди поддержали продолжение гражданской войны, внутриполитического террора, бессудных убийств, задержание тысяч политических заключенных в тюрьмах годами без приговора и людоедской экономической политики, приведшей к тотальному обнищанию миллионов людей. Это люди, которых вдохновил лозунг «Армия – язык вера», предполагающий насильственную украинизацию, осуществляющийся руками государства, церковные расколы, продолжение террористических обстрелов Донбасса. Подавляющее большинство остальных избирателей Зеленского составляют политически индифферентные люди, которых просто замучил перманентный экономический кризис и которые наивно надеются, что новый президент найдет способ резко повысить их благосостояние. Фактически это люди, которые верят в мифы и легенды Древней Греции. Конфедерация олигархов? При таком раскладе политических предпочтений у нового президента нет никаких оснований инициировать какие бы то ни было радикальные изменения. Система олигархической республики в целом останется вне прикосновенности, как и система террористического правления. Захватившие в 2014 году государственную власть группировки не случайно вступили в союз с радикальными националистами и установили режим террора. В рамках традиционной демократии сохранение Украинской олигархической республики не представлялось возможным и в этом отношении ничего не поменялось. Возможно, усилилось стремление украинского олигархата уйти от президентского единовластия, постоянно создающего ситуацию тотального превосходства одной президентской олигархической группировки над остальными. Во всяком случае, в последние дни перед вторым туром выборов было снято табу с термина «федерализация» и на Украине заговорили о необходимости конфедерализации страны, переноса центрополитической власти в регионы и про ответственное перед парламентом правительство с сохранением за президентом исключительно представительских функций. Но при этом речь шла исключительно о подконтрольной Киеву территории Украины, исключая Донбасс, с которым вновь никто ни о чем не собирается договариваться. Зеленский делает упор на перезагрузку минского формата с опорой на нормандский, с привлечением дополнительно США и Великобритании и или Канады, а также выдвигает какие-то условия России. То есть, вполне вероятно, украинский олигархат попытается разделить страну на удельные княжества, в каждом из которых местная олигархическая группировка будет иметь неограниченную власть. Есть, однако, и другая часть олигархата, тот же Коломойский, которая не прочь выжать максимум из своего контроля над президентом, получившим огромный кредит доверия и способным в ближайшие полгода диктовать свою волю парламенту, который должен быть переизбран в октябре. Смогут ли они найти компромиссное решение или пойдут на открытое столкновение, неизвестно. Как неизвестно и то, сохранит ли Зеленский верность Коломойскому. Запад согласен терпеть до дефолта. Неясно также, какой уровень самодеятельности украинских элит будет допустим с точки зрения Вашингтона. Он может и вообще не вмешиваться в местную мышиную возню, поскольку каждый новый кандидат в президенты, прежде чем заявить о своих притязаниях, все равно согласовывает это либо с американским послом, либо непосредственно в Госдепе. Но в какой-то момент США могут решить, что местные игры зашли слишком далеко и угрожают стратегическим интересам Америки. После этого новый формат власти будет Киеву просто продиктован. До сих пор украинские элиты с таким диктатом соглашались, но согласятся ли сейчас? Порошенко пять лет довольно успешно водил за нос своих вашингтонских хозяев, саботируя их указания и решая личные меркантильные вопросы. Коломойский значительно умнее, хитрее и технологичнее Порошенко. Справится ли с ним США? По сути, единственное, что изменилось после прошедших президентских выборов, в украинской элите и в украинском обществе возникли новые линии разлома. Государство дополнительно ослабело, и интерес внешних игроков сосредоточился преимущественно на исправной выплате Украины долгов и процентов по ним. Запад согласен терпеть агонии Украины так долго, как долго ее власть сможет не допускать дефолт, а остальное его в принципе не волнует. Таким образом, карт-бланш направления Украины всегда будет получать тот президент, который сможет убедить Запад, что он в состоянии еще какое-то время выжимать из народа необходимые деньги. Ну а поскольку рубашки у народа давно кончились, с него продолжают снимать уже даже не кожу, а мясо с костей. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для «Спутник Молдова». Украинские выборы. Новые линии разлома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...